И сегодня мы с вами будем говорить про работу с полуфабрикатами в программе 1S ERP. Ну, хочу напомнить, что данный вебинар является продолжением. У нас уже проходил вебинар по полуфабрикатам, но там мы не смогли разобрать все нюансы. И поэтому сегодня у нас идет дополнение, в котором мы поговорим о тех моментах, которые вас заинтересовали на прошлом вебинаре. Кроме того, если кто-то из вас на прошлом вебинаре не был, я вам напоминаю, что на нашем сайте он в записи должен быть доступен. Соответственно, этот вебинар, он тоже будет выложен по его завершению. Значит, мы с вами, вся наша работа, она будет протекать в 1S. Давайте я сейчас ее выведу на экран. Да. Значит, ну и на всякий случай я оговариваюсь, что мы будем с вами работать в конфигурации 2.5.6. 2.5.6. Ну, 81 – это уже не столь критично. Вот. Мы с весны ждем, когда появится 2.5.7. Там грядут достаточно серьезные изменения. Ну, они, в общем-то, нашу тематику нынешнюю не должны затронуть. Но думаю, что как только 2.5.7 появится, надо будет делать очень много вебинаров по тем моментам, которые в системе поменяются. Ну, давайте вернемся все-таки в 1S и RP. И давайте вспомним, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. На всякий случай напоминаю вам, что если какие-то у вас вопросы появляются по ходу, вы, пожалуйста, не стесняйтесь в чате этот вопрос задавайте. Я либо по мере рассказа вернусь к этому вопросу, упомяну, либо после завершения вебинара постараюсь ответить на все вопросы. Итак, значит, мы с вами разбирались с полуфабрикатами. И я вам говорю, что существует несколько вариантов, несколько подходов к тому, что можно сделать с полуфабрикатами. Ну, во-первых, можно вообще явно полуфабрикаты не выбирать. И вот здесь вот как раз, просто вам напоминаю, именно такой пример. У нас стол деревянный собирается из столешницы и основания, но, как вы видите, из столешницы и основания мы должны обеспечить. То есть мы после создания вот этого вот заказа, после создания этапов, должны будем обеспечивающий заказ на производство столешницы и основания тоже создать. Можно пойти путем разузловки. Путем разузловки. И в этом случае мы с вами делаем что? Мы с вами указываем, что столешницы и основания стола, они должны быть произведены по спецификации. В этом случае программа при формировании этапов, она предусмотрит помимо того этапа, который мы указали здесь, этап окончательной сборки стола, еще и этапы, которые указаны вот в этих вот спецификациях. Ну и вот теперь мы с вами давайте посмотрим, как происходит работа третьим вариантом, третьим способом. Значит, откроем вот эту вот спецификацию, стол деревянный внутренний полуфабрикат. И здесь мы с вами что должны сделать? У нас, в принципе, здесь есть столешница, есть основание стола. Да, это все, да. Значит, пока все как бы в одной страте напоминает создание... В одной страте напоминает первый вариант, который я вам показал, во второй страте второй вариант. Ну, вот давайте попытаемся сейчас все впихнуть в одну спецификацию. Давайте мы с вами вспомним, что столешница у нас производится из чего? В столешнице мы используем 3 десятых куба древесины. Вот, значит, мы сейчас именно это и сделаем. Уберем вот эти вот две позиции, добавим древесину и добавим ее в соответствующем количестве. Что нам еще потребуется? Еще нам потребуется основание стола. Давайте посмотрим, из чего она состоит. Так, ну, столешницу я на самом деле зря убрал. Давайте я это все верну. Так, и основание стола. Вот, ну, так вот будет понятнее, да? Столешница одна штука у нас изготовляется из древесины 0,3 куба. Значит, дальше у нас идет основание стола. Одна штука. Из чего она состоит? Давайте тоже посмотрим ресурсную спецификацию на основание стола. Из четырех ножек и четырех поперечин царг. Вот, давайте их тоже добавим в спецификацию. Ножка и царга, они тоже производятся у нас. Для производства ножки нужно 0,1 куба. Ну, количество, оно, конечно, у нас весьма условное. Тоже 0,1 куба. Давайте. Значит, для производства ножки нам потребуется древесина. Ну, вот так вот. Примерно структура того, что мы хотим произвести, вам понятно, да? Пусть вас не смущает то, что у нас как бы все промежуточные полуфабрикаты, они тоже оказались в общем списке и происходит, ну, как бы такое задвоение-затроение. Вот. Но это мы с вами сейчас уберем. Что мы должны сделать дальше? Дальше мы должны с вами прописать этапы производства на закладке производственный процесс. Что у нас здесь будет происходить? Естественно, у нас этап производства не один. У нас производство будет многоэтапное, причем сборка стола – это будет последний этап. Создадим. Так, последний, он, по-моему, у нас будет вообще четвертый. Ну, если надо, потом поправим. То есть, это у нас завершающий этап. Первый этап у нас будет производство ножки. Так. Второй этап производства ЦАРДИ. Ну, могли на самом деле это и в один этап объединить. Ну, давайте оставим как есть. Так. Четвертый, третий этап – это у нас будет сборка основания. Так, сборка стола – это у нас даже не четвертый будет, а пятый. Так, не понял, все правильно. Так, и производство столешницы еще надо сделать. Вот, значит, вот примерно такая последовательность. Значит, я хочу сейчас так вот обратить ваше внимание. На самом деле у нас здесь получается что? У нас получается, что идут этапы строго последовательно. То есть, мы завершаем производство ножки, после чего начинаем производство ЦАРДИ. Понятно, что это вовсе не обязательно так. И вообще говоря, у нас производство столешницы вообще может запросто быть на первом месте. Вот, это вот мой личный волюнтаризм, что я так сделал. Вот, и на самом деле, играя вот этими номерами, производство, последовательность этапов может быть запараллелено. Но, на самом деле, ну, скажем так, это уже отдельная история. Вот, и по поводу запараллеливания, ну, наверное, надо отдельный вебинар делать и показывать, какие тут есть механизмы. Сейчас давайте мы с вами вернемся в материалы работы. Вот, и давайте мы с вами посмотрим, что у нас добавилось. Ну, статью калькуляции я просто не заполнил. Ну, у нас добавилась одна очень интересная вещь. Поскольку спецификация у нас многоэтапная, у нас добавилась колонка этап. То есть, мы с вами должны что? Мы должны указать, на каком этапе будет потреблен этот материал. И давайте мы, наверное, начнем вот как раз с столешницы. Столешница у нас потребляется на каком этапе? На этапе сборка стола. Причем, теперь мы с вами должны, ну, давайте проставимся везде, да. Значит, это на этапе производства столешницы используется. Основание стола тоже используется на последнем этапе сборка стола. Ножка стола используется при сборке основания. Царга тоже при сборке основания. Так. Ну, вообще говоря. Да, давайте я еще одну вещь вот сейчас сделаю, чтобы вам было нагляднее. Я на именование этапов еще номер его поставлю. Будет более зрелищным. Дальше. 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 вот так так ну вот видите теперь уже становится понятнее где чего так древесина для изготовления ножки стала у нас на первом этапе и древесина для царги на втором этапе ну вот так вот можем даже немножечко упорядочить по процессу использования так вот ну вот пожалуйста значит теперь вы видите как используются материалы и полуфабрикаты по этапам и значит теперь мы подходим с вами к самому интересному мы должны поработать со способом получения материала что мы здесь используем давайте откроем и посмотрим значит есть у нас стоит здесь обеспечивать это что значит это значит что программа ожидает что данный материал будет на складе и ну обеспечить обособлено это тоже самое но скажем так с дополнительным резервированием да которая сохраняется при закупке и обратите внимание что здесь конечно у нас можно еще произвести это мы в прошлый раз разбирали здесь тогда спецификацию надо указать ну а начиная со второго со второй позиции со второго этапа у нас появляется еще одна возможность получить с этапа ну с первого этапа нельзя да на первом этапе это поставить почему потому что нулевого этапа нету непонятно откуда это можно получать ну древесину мы обеспечиваем теперь значит сборка основания на этапе сборки основания мы используем ножку стола и вот тут мы делаем следующее мы вот эту вот ножку стола получим с этапа с этапа производства ножки но и что произойдет когда я нажму ok программа указывает что у нас появляется промежуточный выпуск на этап производства ножки видите да у нас сразу после того как мы установили здесь получить с этапа появляется запись на побо на закладке побочный и промежуточный этап значит здесь у нас уже стоит статья калькуляции полуфабрикаты производимые в процессе давайте довершим работу царгу мы получаем со второго этапа столешницу мы производим из древесины все правильно обеспечивать значит а при сборке стола столешницу мы соответственно берем с этапа производство столешница а это мы планируем с этапа сборка основания вот значит обратите внимание еще вот на что здесь есть настройка которая позволяет еще указать после какого этапа планировать но эта настройка она не имеет прямого отношения к тому вариант тому той настройки которую мы с вами сейчас используем вот это уже относится к варианту произвести то есть тут ну как бы тоже этапа задействована но нам сейчас эта настройка не нужна оставляем то что есть и еще раз посмотрим на побочный промежуточный выход и здесь мы видим все полуфабрикаты которые у нас в процессе вот теперь получается что и материалы и полуфабрикаты мы все втиснули в одну спецификацию давайте мы ее включим поставим вариант действует и посмотрим с вами как это работает давайте посмотрим значит создадим заказ на производство можем просто скопировать организация продукция так здесь будет только одна позиция стол деревянный вот и мы должны с вами проследить какой программа возьмет спецификация она выбрала спецификацию которую мы сейчас с вами оформляли вот это еще одна хитрость которая появилась в последних версиях 1s rp обратите внимание на то что вот если раньше у нас существовало понятие основная ресурсная спецификация сейчас у нас такого понятия нет и программа выбирает ресурсные спецификации из имеющихся по определенным правилам но опять-таки это не сегодняшняя тема так произвести 13 желательно дата выпуска ну давайте поставим еще на счете не ранее 13 но бог с ним желаемая дата желаемая дата 15 например вот и отдадим в производство все вроде правильно идем с вами в очередь в управление очередью заказов вот он наш заказ и давайте мы по нему сформируем этапы производства посмотрим что у нас получилось сформировались те этапы которые мы с вами делали и вот тут вот есть один интересный момент обратите внимание что когда мы пользуемся вот таким способом который я сейчас вам описал у нас выпускаться полуфабрикат будет по фиксированной стоимости по фиксированной стоимости то есть по сути дела при выпуске мы с вами можем определить цену учетную по которой этот полуфабрикат будет находиться на складе вот такая вот особенность не видно окно не видно окно да у нас в прошлый раз было такое что делать что делать так ладно там сейчас еще раз покажу давайте остановим демонстрацию и попробуем вот так вот так значит давайте я вернусь к ресурсной спецификации которые мы с вами делали я ее на секундочку раз блокирую так и давайте мы с вами посмотрим во первых выбор этапа ну смотрите как это выглядит но тут все простенько вот они все этапы перечислено которые у нас есть сейчас видно замечательно замечательно и давайте я вам покажу настройки способа получения ну вот смотрите здесь мы с вами ставили обеспечивать а здесь я поставил получить сетапа единственное что видны естественно при выборе будут только предыдущие этапы то есть понятно что с последующего этапа получить у вас ничего не выйдет посмотрели смотрели так ну что значит вот теперь вернемся к тому о чем я вам говорил и так получается что мы должны какую-то учетную цену указать почему так делается значит напоминаю вам что реально производимое по расчетной себестоимости продукции она вот здесь указывается здесь указывается то что выпускается по фиксированной цене это либо вот побочный выпуск как у нас сейчас либо это промежуточный выпуск как у нас сейчас либо это побочный ну чаще всего какие-то отходы которые как-то используются в процессе но значит я думаю вы понимаете что ручками это как бы не очень удачная идея вот и я на секунду перехожу сюда и обращаю ваше внимание вот здесь у нас есть вид цены у нас вид цены не заполнился в этапе не заполнился он почему потому что у нас цена на эту промежуточную продукцию не установлена но она по идее есть и если бы эта цена была установлена сюда она бы поставилась то есть выпуск бы пошел вот по этой цене откуда здесь взялась плановая цена обратимся с вами к настройкам программы нс администрирования производства вот пожалуйста здесь у нас есть настройка плановые цены продукции и отходов естественно будет доступна только то те цены которые номинированы в этой валюте причем я хочу вам сказать что в ряде конфигурации есть такая вот ошибка значит недоступно редактирование валюты если это происходит так обычно это лечится включением производства по версии 2.1 там появляется значение но это ошибка так задается эта цена обычным способом то есть в разделе crm и маркетинг вида цен номенклатуры настраиваются понял а вот вида цен все так вида цен вида цен вида цен и при создании вида цен не забываем что мы должны с вами поставить вот эту вот галочку использовать при выпуске продукции по плановой себестоимости в принципе так это работает по данной схеме есть какие то вопросы ну да вы можете поставить любую цену в том числе закупочную просто для нее тоже надо будет установить эту галочку и соответствие валюты должно быть хорошо значит о чем еще я хочу вам рассказать значит смотрите у нас есть такая такая интересная так а куда спишется разница между фактом и планом значит эта разница спишется при формировании себестоимости итоговой то есть она реально работает только в тот период когда вот этот полуфабрикат временно лежит там в кладовой или на складе потом когда это используется дальше он соответственно будет вот эта разница она будет учтена вы не забывайте пожалуйста что вот когда идет такая многоэтапная история и программа сама формирует этапы передачи между этапами там автоматически включается обособление я не уверен что здесь вы это увидите так ну давайте посмотрим производство выпуск вот есть смотрите вот мы выпускаем вот этот вот полуфабрикат да ножку стола и программа уже вот здесь сразу же делает пометку что использовать этот эту ножку стола можно только на указанном этапе 4.1.3 то есть это вот этот вот этап никаким другим документом выпущенные ножки вот таким образом выпущены выпущенные ножки использовать не получится то есть они четко пойдут именно туда ну можно конечно как бы это с этим что-то сделать но это скажем так достаточно геморройная вещь вот по идее назначение может быть снято но там будут возникать ошибки которые тоже придется корректировать в общем в принципе лучше этого не делать поэтому разница она просто учитывается при окончательном выпуске имейте ввиду вот кто соберется сдавать на специалиста по производству там в задачах вот этот вот нюанс есть да надо выпустить полуфабрикат по четко указанной стоимости вот в этом случае надо использовать именно тот вариант работы который я сейчас вам показал так ну что идем дальше значит дальше я что еще хотел вам по полуфабрикатам показать есть очень интересные вещи значит напоминаю вам что из уже достаточно давно по изготовления сборка то есть у нас есть спецификация разборка утилила типа разборку утилизации и спецификация типа ремонта CU ну со спецификацией типа разборка утилизация Здесь все достаточно просто, то есть мы можем взять тот же самый стол деревянный, у нас будет какое-то выходное изделие, выходи-то выходные изделия, у нас будут какие-то материалы и работы. Значит, обратите внимание, что выходные изделия, которые получатся в итоге, они имеют вот эту вот колонку доля стоимости, то есть мы себестоимость исходного изделия должны распечатать, расписать между всеми компонентами, которые мы получим в итоге, и мы, естественно, можем использовать какие-то материалы и работы в процессе. Ну, соответственно, мы и здесь можем включить какую-то многоэтапность, сначала разобрать по какой-то связанной спецификации разборка на отдельные детали, а потом разбирать дальше. Ну, показать это можно на, скажем, варианте верстак столярный, мы можем его разобрать, скажем, на тиски и основания стола. Вот, соответственно, мы тут можем добавить тиски столярные и верстак столярный в итоге получим. Значит, соответственно, у нас здесь тоже есть побочный промежуточный выпуск, как вы видите, да, вот тут чуть ниже. Вот, тут тоже какие-то промежуточные варианты могут быть указаны. Ну, и если мы берем какие-то материалы, эти материалы, которые используются, они могут быть обеспечены, могут быть точно так же, быть получены с этапа, могут быть произведены. Вот, в том числе, ну, в данном случае имеется в виду разобранные по каким-то другим спецификациям. Вот, то есть тут, в принципе, все то же самое, но запущено в обратном направлении. А вот со спецификацией типа ремонт, вот здесь несколько сложнее. Значит, я какую-то заготовку здесь сделал. И здесь интересно, что у нас при ремонте верстака столярного на входе что? Если мы ремонтируем верстак столярный, у нас на входе будет верстак столярный. А на выходе? А на выходе будет он же. То есть, вот особенность спецификации типа ремонт и производственного процесса типа ремонт состоит в том, что у нас на входе и на выходе... Пардон. На входе и выходе у нас одно и то же. У нас на входе и на выходе одно и то же, но в промежутке что-то происходит. Вот такой вот интересный подход. Ну, в принципе, логика-то она правильная, да, согласитесь. Логика, она правильная. Но это приводит нас к очень интересной идее. У нас в производстве бывают ситуации, когда происходит достаточно длительная обработка какой-то детали. И эта деталь в ходе обработки передается из цеха в цех. Ну, собственно говоря, у меня вот сейчас есть такой проект. То есть, ну, не знаю, какая-то заготовка, она там сначала прокаливается, потом, я не знаю, шлифуется, потом красится. Вот. Ну, и как оформлять передачу вот этой вот заготовки с одного этапа на другой. Значит, там получится у нас куча каких-то полуфабрикатов покрашенные, отшлифованные и так далее, и так далее. Ну, можно, конечно, пойти таким путем. А можно попытаться использовать вот эту спецификацию ремонт. Ну, это может звучать немножечко нелогично, да. То есть, мы взяли какую-то заготовку, отшлифовали, да, как бы отремонтировали, что-то с ней сделали, передали на следующий этап. Ну, конечно, в этом случае мы будем комбинировать этапы сборочные и этапы ремонтные. Вот. Значит, вот такая вот идея. Так. Вот. Да что такое? Вот такая вот идея. Значит, ну, давайте посмотрим, как это работает. Значит, у меня уже сделана спецификация ремонта верстака столярного. Значит, давайте мы посмотрим с вами, как это выглядит. У меня три этапа. Значит, что происходит с верстаком? Во-первых, у меня происходит демонтаж тисков. То есть, я тиски свинчиваю. В принципе, я, кстати говоря, мог бы здесь использовать разборку, но я использую вот этот вот внутренний полухабрикат. Потом я восстанавливаю лак на столе, значит, смазываю тиски и все возвращается назад. Значит, давайте мы посмотрим, что будет происходить. Значит, я использую раствор для лакокрасочного покрытия. Этот раствор используется на этапе восстановления лака. Я использую тиски столярные, но я их использую на последнем этапе, обратная сборка. Причем, откуда я их получаю? Я их получаю с этапа демонтаж, а дальше использую для ремонта по спецификации смазка тисков. Ну, вот вроде бы у нас все есть. Давайте я его включу. И попробуем с вами сделать это производство. Делаю заказ. Создать. Ремонтируем одну штуку. Получатель. Ну, это не суть. Важно. Основный склад и спецификация указана. Так, вот тут почему спецификации нету, я одно неправильное сделал. Тип не тот указан. Тип должен быть ремонт. Ремонтированное изделие. И вот у нас спецификация ремонт верстака столярного. К производству. Так, к производству. И давайте посмотрим, что у нас здесь получится. Так, заказано производство. Так, нет. Пардон. Управление очереди. Вот этот заказ. Формируем этапы. Что-то есть. Значит, программа просит проверить. Где-то у нас что-то не заполнилось. Ну, давайте смотреть. Вот у нас получилось что-то очень веселое, да. У нас получилось пять этапов. И давайте мы посмотрим, как эти этапы работают. Ну, давайте начнем с первого этапа. Изготовление раствора. Откуда взялся этот этап? Посмотрим ресурсную спецификацию. Значит, мы восстанавливаем лак. Его надо произвести по спецификации раствора для восстановления лака. Значит, и здесь стандартная спецификация типа изготовления сборка. Используется лак-мебельный отвердитель. И в итоге выдается раствор для лакокрасочного покрытия. Ну, вот первый этап как бы понятен. Давайте посмотрим. Именно это здесь и происходит. Вот, выпускается раствор для лакокрасочного покрытия. Почему здесь две строки? Потому что нам для последующих действий требуется только 0,3 литра. А вот спецификация рассчитана на 1 литр. То есть 0,7 нам придется в баночку налить и где-то отложить. Следующий этап у нас демонтаж тисков. Это у нас идет по той спецификации, которую я вам показывал. Ремонт верстака столярного. На входе у нас верстак столярный. Ну, склад непонятен, бог с ним. На выходе у нас тиски столярные. То есть вот это вот полуфабрикат, который у нас появился в процессе. Обратите внимание, это тоже промежуточный выпуск по установленной цене. Дальше. Восстановление лака. Ремонт верстака столярного. Здесь у нас просто расходуется раствор, который мы сделали на первом этапе. Выпуска никакого нет. Смазка тисков. Смазка тисков у нас для чего производится? Для тисков столярных. И именно они идут на выходе. Мы просто расходуем тиски столярные и масло смазочное для того, чтобы получить в итоге те же тиски столярные. То есть, понимаете, да? Взяли полуфабрикат, который получили на предыдущем этапе. Смазали и его же выпустили. И последнее. Обратная сборка. Взяли тиски столярные и выпустили назад верстак столярный. То есть, получается, что мы взяли на входе, то мы и получили на выходе. Вот так причудливо выглядит полуфабрикат в спецификации типа ремонт. Так, ну что, какие вопросы у вас появились? У нас, в принципе, время поджимает. Опять, вроде бы не все успели. Да, у нас остаются вопросы планирования. Еще там несколько нюансов. Вот. Но в оставшееся время мы уже не впишемся. Поэтому, наверное, придется еще третьей делать. Третью серию. Вот. По тем вариантам, которые я сейчас показал. Какие вопросы есть? Варианты чего? Варианты оформления полуфабриката. Ну, вот смотрите. Если вы посмотрите на справочник номенклатуры. Вот у меня как раз открыто. Вы никакой разницы в справочнике номенклатуры между столом и древесиной и ножкой не увидите. Разница может заключаться в чем? Разница может заключаться, во-первых, в бухгалтерском учете. Значит, у нас вот есть группа финансового учета. И здесь мы можем указать, что это там полуфабрикат, готовая продукция, материалы. Да. Это влияет в основном на то, по каким счетам это все будет раскладываться. Ну, и частично у нас есть еще обеспечение. Мы можем менять схему обеспечения и по этой схеме обеспечения указывать, откуда мы что-то получаем. В этом случае, конечно, будет разница между полуфабрикатом и материалом. Потому что полуфабрикат мы производим, материал мы покупаем. Ну, вот, в общем-то, вся разница, которая в программе есть для полуфабриката и материала. И полуфабриката, материалы и готовой продукции. Поэтому, в общем-то, первый способ работать с полуфабрикатом, я повторюсь, это ситуация, когда вы его просто производите. Вы отдельно планируете выпуск полуфабрикатов. И на некоторых производствах происходит именно так. Существует план выпуска полуфабрикатов, предприятие гонит полуфабрикат. Ну, а дальше на конечном этапе уже происходит сборка, который вот такой вот полного тянущего эффекта на полуфабрикаты не оказывает. Вот, если вы идете таким путем, у вас, вам надо использовать в ресурсных спецификациях. Вам надо использовать в ресурсных спецификациях способ получения обеспечивать, то есть, брать со склада. Значит, второй вариант. Второй вариант. Это ситуация, когда вы указываете прямо в ресурсной спецификации, связанную ресурсную спецификацию. В этом случае вы указываете здесь, что надо не обеспечить, а произвести. И здесь указываете ресурсную спецификацию, по которой будет осуществлено производство полуфабриката. В этом случае вы добиваетесь вот этого тянущего эффекта. То есть, полуфабрикат будет запланирован в производстве, только если есть готовое изделие, в которое его надо вставить. Вот. Здесь есть свои особенности, здесь есть свои недостатки. Не всегда это удобно, не всегда это правильно. Но обратите внимание, в этом случае у нас выпуск вот этого вот полуфабриката всегда будет по рассчитываемой стоимости. То есть, стоимость, его себестоимость будет зависеть от стоимости исходных материалов. Если мы используем тот вариант, который я сейчас показал, получить сетапа, в этом случае у нас, во-первых, все утаптывается в одну ресурсную спецификацию, а во-вторых, выпуск будет происходить по той цене, которую вы установите декларативно. Вот, в общем-то, основные подходы. Ну, все тогда. Приятно было с вами пообщаться. Субтитры создавал DimaTorzok